Хочешь потерять друга, дай ему денег в долг. Как показывает практика, со временем это выражение всегда актуально. Однако отношение к должникам стало еще более категоричным. Поэтому давать и брать деньги в долг нужно правильно. Может это традиционно, или может быть даже русская такая черта, не очень ответственно относиться к долгам и к деньгам. Даже человек берет в долг, это уже безответственное отношение к деньгам и вообще к своему, сколько пришло денег, сколько ушло. То есть он не рассчитывает. И тема болезненная, потому что часто, очень часто бывает, что люди как раз ругаются с родственниками, родными и с друзьями на фоне денег. Как же здесь быть? Первое, что мы должны понимать, если мы даем в долг, то мы в этот же момент должны с ними распрощаться. Мы должны предположить, что если даже мне этот человек обратно деньги не отдаст, я ничего не потеряю. То есть мы должны долг дать столько, насколько мы можем потерять денег. Если мы посмотрим эзотерически или психологически на тему долгов, то это, знаете, есть такой момент кармических долгов. То есть есть такие кармические должники и кармические те, кто занимает. Это в карте положение Меркурия. Все, что связано с Меркурием, это купи-продай, долги, махинации, обман. Если все-таки сумма большая, и вы можете выручить, и не можете отказать, то честное слово или даже привычную расписку можно попросить подкрепить более весомым документом с большей юридической силой или даже попросить предъявить что-нибудь в качестве залога. Если, к примеру, да, хорошая знакомая или, к примеру, родственница, нужное какое-то дело, почему бы тогда не взять под залог машину, драгоценности, там, я не знаю, квартиру или еще что-то, чтобы это было как-то нотариально оформлено, чтобы была какая-то у вас гарантия, что деньги вернут. Это же момент ответственности, понимаете, здесь такое отношение, то есть отношение-то кто взял и кто дал. Тема долгов связана и с большим бизнесом, и с бытовыми ситуациями. Кто-то не рассчитал свои силы и средства по собственной глупости, а с некоторыми случились непредвиденные обстоятельства. Во всех этих случаях ситуацию объясняет астрология. Есть момент тонкий или момент такого препятствия, когда судьба ставит под ножку или по-другому дает препятствие, нужно подумать, а вообще на самом деле надо или не надо. Например, нужны деньги на поступление в институт. Вы понимаете, если ребенок не поступил, и у вас уже на первый курс не хватает денег, но ты о чем-то говоришь. Вот есть момент карты натальной или момент есть гороскопа. Вот если человеку по судьбе положено завершить, закончить университет, он закончит его. Если не положено, то не положено. Лично у меня полно таких клиентов. Когда, к примеру, мама из кожи одна вон лезет, она учит, учит, дочка после второго-третьего курса хвостиком махнула, в Турцию уехала и работает там где-то на подтанцовке. Понимаете? Потому что часто бывает, что родители сами свои амбиции удовлетворяют, а детям это совсем и не надо. Вот если чисто психологически рассматривать, то вот понимаете, когда момент манипуляции в чем? Вот к примеру, кто готов одолжить? Это момент просто манипуляции. И люди просто умеют кого-то вдохновить. То есть тоже надо было дать какой-то квалификацией, определенным какими-то качествами, вдохновить другого человека, дать крупную сумму. Понимаете? Поэтому здесь такая ситуация и должника, и тот, кто дает, нужно рассматривать эти моменты. Здесь нет такого под копирку, как надо. Но если у вас просят в долг, так вы сначала поинтересуйтесь, зачем ему эти деньги, для чего? Я как астролог размышляю вот как. И есть такие дома, к примеру, дом, например, долгов, болезней и врагов. То есть когда человек берет в долг, это называется ловушка судьбы. И человек попадает туда, но он попадает не один, он попадает еще с тем, кто дает в долг. Нужно понять, что все, что происходит, происходит не случайно, все по судьбе. Вот. Поэтому что? Вдох-выдох, как говорится, это значит такой кармический ваш долг, который вам необходимо было из прошлой жизни отдать. Самое главное, нужно просто понимать и следить за своими желаниями. Какие у вас желания? Поэтому тема желания – это очень серьезная тема. Может, она вообще ложная, может, вам это не надо. И поэтому, если у вас какой-то суммы нету на то, что вам необходимо, вы задумываете, вообще-то вам надо или не надо. Может быть, не надо вообще себя мучить и других людей. Вот. А если у вас занимают в долг, к примеру, вы также задумаетесь, вам вообще надо друга потерять или не надо. Может быть, проще быть плохим другом, пусть на неделю на вас обидеться, зато остаться с деньгами и остаться в дружбе. Студия психологических решений Ирины Орда приглашает 15 февраля на курс «Астрология для начинающих». Получите подготовительные материалы, информация по телефону 22 33 410 или на сайте иорда.ру Ценители современной поэзии знают Владимира Гинтера как автора философских рассказов, двухстишей и эпиграмм, а также лирических произведений. Литературным творчеством Владимир Оттович увлекается давно, а с прошлого года, после учебы в Институте культуры, на курсе у профессора Нины Ягодинцевой, секретаря Союза писателей России, это увлечение стало профессиональным. В этом году автор получил золотые медали сразу двух литературных конкурсов. В том году были два конкурса, это «125 лет Маяковского» и «220 лет Пушкина». Свои произведения именно по тематикам я туда и туда отправил. Честно, я думал, буду просто номинант. Ну, видимо, что-то людей задело. Да, одну медаль получал в Доме Союза Российских Писателей, вторую медаль получал в Доме Правительства. Любить как можно тише, сын, старайся, ведь предает нас, помни, втихаря. С хитринкой плыть по жизни не пытайся, жизнь постигай любви благодаря. Грех греху рознь, так выбирай тот рай, где грех дает нам радость, наслаждение. Но помни, не только лучше знай, всему есть в мире меры, Божье убеждение. Я уже давно понял технологию, и благодаря Ягодинцеву, Нине Александровне, вот что-то делаешь, да, не получается. Вот брось. Я сто процентов знаю, что потом буду перечитывать, без всяких затруднений придет та мысль, которую я не могу напрячь вот в данный момент. Если я беру, по-новому перечитываю, у меня процентов пять это исправление идет. Просто вот сам удивляюсь, а почему именно так рифма не пошла. Еще самое интересное, ты каждый день, да, что-то читаешь, ну, два часа – это минимум, что-то новое познаешь, да, иногда и шесть часов. Естественно, ты когда перечитываешь старые книги, у тебя мысли-то уже абсолютно, это по-другому. Ты опять чего-то напитался, и ты уже не согласен с той мыслью, которую ты уже запечатал там в стих или в афоризм. Круг интересов и сфера деятельности Владимира Оттовича широки и масштабны. В 2018 году открылся памятник жертвам политических репрессий в городе Копейске. В этом проекте он участвовал не только как депутат и общественник. В том году мы с Союзом предпринимателей под руководством генерального директора компании «Сигма» Махровым Александром Евгеньевичем в том году открыли памятник репрессированным. Но открыть открыли нужны были эпитафии. Их было три на этом памятнике. Одна Ахматова и две мы уже как бы. Но чтобы выбрать две эпитафии мне пришлось написать наверное их десятка три. На костях рай заветным безумством рождался, Кости всюду лежат, Рай в мечтах лишь остался. Сбудоражена память безумием этим, Как же мы объясним те репрессии детям? Обреченный ГУЛАГ выбор свой предлагал. Или голод и холод, Или трудом убивал. Сухая статистика, Личности нет, Лишь мистика страха Безумством ответ. Любую эпитафию ты вначале прокручиваешь в голове, как это все происходило. Сопоставляешь то, что ты знал, то, что ты знал чуть позже. То, что знаешь сейчас, проводишь какие-то параллели. Ну и понимаешь, что миром правят две вещи, это страх и любовь. Любовь, основанная на свободе. То есть пытаешься внести какую-то частичку в развитие нашей России, чтобы этих вещей, эти вещи больше не повторялись. Как за границей все произрастает, Какие запахи там флора набирает, В их мире не природа, Дар земной, В нем каждый дышит Сердцем и душой. Смотрю на наши села-города, Все как-то криво, Скучно и уныло, И грусть седает душу и теска, Как все же Бесхозяйственность постыла. Вот клён Валежнику подстать. Кому ж густую прядь убрать, Кустарникам подрезки нет, Растут бурьяном И в разброс. Какой же трудится эстет, С кого спросить? Вот в чем вопрос. Глуш, заросли, Порочат очи дом. Как жаль, Что вместо рая чудной флоры, А кое с гордостью С рождения поем Так сильно заросли Родимые просторы. И почему не заменить Их тополями Беспышных пуховых даров, Что радует людей Вполне веками? Или ивой В благолепии шаров? А как дубы, Каштаны, Сосны ели? Кому же Их красоты надоели? Я ясно помню С мод и времена В озеленении Нуждалась вся страна. Тогда и флору Черенками натыкали, Как и везде Успех Попортовали. План пятилетки Выполнен досрочно, Аффект уныло Виделся ж побочно. Мы творчеством Не славились тогда, Всего хотелось быстро, Получалось как всегда. О красоте же просто Не мечтали, Бездумные Советы тупо Выполняли. Пришла пора Ошибки выправлять, Державу от бесскучицы Спасать. Я как бы с самого детства Понимал, что что-то много не то идет. Вообще, ну просто понимал. И в 10 лет, и в 15, и в 20, и в армии, И после армии. Я понимал, что что-то не то происходит. То есть, в общем, какой-то туман. Мир несовершенен, да? Мир несовершенен, много обмана. Говорят одно, делают другое. Все на самом деле еще и третье. А потом, когда вот этот занавес проржавел, Я еще помню, когда у меня сестра старшая приезжала из Венгрии, ГДР, Румыния, блин. Думаю, почему у них все по-другому? Вещи другие, все другое. Потом, когда стало все вымываться, Вот у меня на глазах, да? Скажем так, в столичных городах в советское время, Ну, я в 82-84 году, ну, очень секрет. Я в отпуск ездил в Москву за товаром, за продуктами и так далее. Потому что здесь, кроме как с черного хода, ничего не возьмешь. Тоже я думал, что это неправильно. Страна большая, вроде, говорим, самая обеспеченная. На самом деле, элементарного там кофе нет. Элементарных там фруктов нет хороших. Если есть, то гнилые, бешеные очереди. То есть, много непонятного, да? Потом, когда занавес открылся, когда, не знаю, Я этот ветер перемен сразу почувствовал как-то. Я лет пять без выходных, без отпусков. Я никогда не уставал, это мне давало энергию. Работал, работал, работал. Ну, естественно, мне энергию давало это. То, что я всю жизнь занимался ландшафтным дизайном. Лет 30, я все время что-то сажал, что-то высаживал. Какие-то вещи, камни, коряги, вот это все. Потом, когда я ваяешь, в это время к тебе приходят бизнес-идеи, Когда ты делаешь, скажем так, первое время грядки необычные. Сейчас ротарии-рутарии. Различные альпийские горки, это все дает, дает, в общем, энергию, обратную связь. И в бизнесе хорошо, и думается лучше, и читается хорошо. Руководящая работа и политическая деятельность подталкивает на создание философских и сатирических произведений, В то время как любимый ландшафтный дизайн «Семья и близкие» вдохновляют на лирику. Это стихотворение, посвященное моей жене, как бы написал за утро, спонтанно, не подумал, что так. Мне оно нравится, понравилось, и, в общем-то, номинации. В твоих лазурно-сказочных глазах я б с упоением тонул или терялся, А может быть, в дыхании твоем, как воздух, безмятежно растворялся. По сути, я российский пилигрим. В натуре весельчак и моногамин, мне не важна косметика и грим. Я чувственностью слова к тебе славен. Рисуя образно заказочный эскиз и дальше в путешествие пускался, По бархатному стану, словно сказке вниз, и через нежность к бедрам прикасался. И ради мной любимых стройных ног я с ними бы в гармонии сливался, Хватая в тишине любви глоток, я святостью бы этой упивался. Но ненадолго. Я не батюшка, не бог, а искуситель. Словно гадкий змей, но не мучитель, я бы с умилением снова поднимался И синусоиду любви. Я бы в мыслях повторял. В нее нырял и, понимаясь, опускался. И вновь в твоих магических глазах, всем сердцем погружаясь, наслаждался. В конце концов, все имена себя прошептал, да так, Что сам Господь на небесах. На радость нам бы скупо улыбался. Добрый день, дорогие телезрители. До Нового года осталось совсем немного времени, поэтому мы начали задумываться, что подарить родным, близким, коллегам по работе и друзьям. Новый год – один из наших самых любимых праздников. Хочется поздравить родных и близких. Для этого нужно много подарков. Чем их удивить, сегодня мы вам расскажем. Новый год очень ждут и любят дети, поэтому в первую очередь хочется порадовать именно их. Подростки любят играть в компьютерные игры. Они будут рады хорошей качественной мыши. К примеру, данная модель. У нее есть 6 кнопок, 7 режимов подсветки, позолоченный наконечник и очень хорошее разрешение. И стоит она всего 499 рублей. Любителям компьютерных игр и музыки можно подарить наушники. Их в нашем магазине большое количество. Это сейчас модные новые беспроводные наушники. Также любителям качественной музыки вы можете подарить закрытые профессиональные. Ну и гарнитуру к разным телефонам. Цены у нас разнообразные. Например, вот эта одна из самых популярных моделей стоит всего 150 рублей. Также любителей музыки вы можете порадовать таким подарком, как колонка. Как вы видите, у нас их большой ассортимент. Это и двойные компьютерные колонки, и широкополосные, а также большой выбор портативных. К примеру, есть такая интересная модель. Беспроводная колонка с хорошим звучанием плюс фонарик. И стоит она всего 699 рублей. Вот еще один вариант необычной колонки. Она благостойкая. Ее можно взять в спортзал, в бассейн, на природу. Тем более у нее очень хорошее звучание. И стоит она всего 890 рублей. Любителям активного образа жизни можно подобрать фитнес-браслет. Такому подарку будут рады и девушки. Вы видите, у нас их достаточно много. Разного цвета и дизайна. Поэтому данный гаджет подойдет к любому стилю одежды. Вот, например, одна из популярных моделей. В ней есть шагомер, подсчет калорий, что немаловажно как раз для девушек. Часы и будильник. И стоит она всего 1490 рублей. Самым полезным в наше время подарком будет портативное зарядное устройство. Мы часто сидим в телефонах, в соцсетях. Гаджеты разряжаются. Поэтому незаменимым будет Powerbank. Устройства разного дизайна и цвета девушкам определенно понравятся яркие. Например, розовый. Например, этот Powerbank очень интересного дизайна. Выполнен в форме пудреницы. И можно зарядить два айфона. И стоит он всего 199 рублей. Мы с вами уже говорили, что с Новым годом хочется поздравить достаточно большое количество друзей, знакомых, а также коллег по работе. В данном случае хорошим подарком станет флешка. В нашем магазине десятки разных флешек. Часто покупаемая вот эта. И стоит она всего 199 рублей. Вы знаете, в нашем магазине достаточно большой ассортимент запчастей на стиральные машины, холодильники и на прочую бытовую технику. Поэтому, если вдруг у вас что-либо сломается в новогодние праздники, вы можете прийти к нам и приобрести. Если вы не найдете что-либо, можете заказать. Сегодня вы узнали, сколько разнообразных подарков можно приготовить своим родным и близким. Это и флешки, и колонки, мышки. И все это вы можете приобрести в нашем магазине. В следующей нашей программе мы подготовим для вас интересную, актуальную тему. До свидания, до встречи в новом году. Все сам плюс. Все для здоровья бытовой техники. Ящики, полки для холодильников, ремни и тены для стиральных машин, тарелки и магнитроны для СВЧ-печей, зарядные устройства и шнуры для сотовых телефонов от 100 рублей. Агарина 8, молодогвардейцев 48А. Победы и молодогвардейцев. И еще 5 магазинов в городе. Наберите все сам в интернете. Ходить по врачам здоровому человеку как-то не принято. Но не секрет, что многие серьезные болезни часто протекают бессимптомно. А потому за профилактику выступают специалисты всех медицинских направлений. Общение с врачами в формате дня открытых дверей – это и лишний повод задуматься о своем здоровье и возможность более грамотно составить план диспансеризации. Профилактику рекомендую проводить как можно чаще. Раз в полгода, раз в год. Чтобы не было таких ситуаций, как человек ждет, что у него когда заболит, а когда приходит, ему уже ставят какой-то определенный диагноз. Профилактика никогда не помешает. То есть в условиях гиподинамии, в которых мы сейчас находимся, профилактика никогда не была лишней, потому что когда идет застой, он только подразумевает еще большее развитие заболеваний. Поэтому в любом случае профилактика нужна. Задача специалистов профтерапевтической клиники – предотвратить обострение и развитие недугов, а также обеспечить хорошее самочувствие пациентам вне зависимости от возраста и накопленных проблем. Остеопатия подразумевает под собой работу спинно-мозговой жидкости, твердой и мягкой мозговой оболочки, работу фасциальной цепи мышечных структур, внутренних органов, сосудов и нервных окончаний. Основное направление моей отрасли является именно решение проблем касательно опорно-влекательного аппарата. Большинство времени мы находимся в состоянии гиподинамии, то есть у нас не идет адекватная работа мышц, но что в основном сидим. Поэтому сейчас, на данный момент, это является очень такой обостренной проблемой, и она набирает свои обороты. Когда мы говорим о кинезиологии, мы подразумеваем именно движение человека, то есть мы смотрим, как он двигается, как он стоит, как сидит. Мы можем посмотреть некоторые изменения, которые как бы нетипичны для здорового человека, и на этом уже основании делать определенные выводы и уже конкретно работать с той или иной мышцей или группой мышц. Это те органы эндокринной системы, которые выделяют своеобразные вещества, называемые гормонами в нашем организме. На первом месте, конечно, стоит нарушение углеводного обмена. Это щитовидная железа, которую мы все знаем, которая расположена на более близко, и которая доступна, ну и самое главное, нарушение метаболизма, нарушение видов обмена. В первую очередь, бич наш, это ожирение. В программе «Дня открытых дверей» не только лекции, но и практики. Всеми известная фраза о том, что движение – это жизнь, имеет значение для каждого человека. Но люди в возрасте часто не доходят до фитнес-клубов. Именно потому медицинские центры устраивают занятия у себя в родных стенах. Что в результате я вижу после занятия, когда люди расслабились? Разглаживается лицо, расслабляются мышцы, и человек встает радостный. Вот это для меня главный показатель, что йога получилась. Это в основном. Но как компоненты в йоге – это тело, это чувство, то есть влияние на психику, глубокое расслабление ментального, эмоционального плана, и возможность к телу самовосстанавливаться. Что мы получаем? После комплекса этих упражнений, которые там руки, ноги и так далее, дыхание, человек больше готов расслабиться, и в этот момент тело, как система мудра, получает возможность целить себя само. Вот в чем ценна йога? Беомеханика тела. Используется ленточный тренажер. Его ширина 3,5 см, длина 4-5 метров, в зависимости от роста человека. Работается мышечным каркасом всего тела, начиная от кончиков ног и заканчивая макушкой головы. Это процесс реабилитации, процесс лечения и профилактика костно-мышечных заболеваний. День открытых дверей в формуле, кроме лекционной и спортивной части, оказался еще и творческим. Свой музыкальный презент подготовили и пациенты, которые за время сотрудничества стали добрыми друзьями. Социальные танцы – это те, которые исполняют не для зрителя, а для себя. И наиболее популярным в мире на сегодняшний день считается направление «Карибиан Микс». А кто же знает про кубинские танцы больше и лучше, чем преподаватель с Острова Свободы? Хосе Рамон Мендиоло Уссорио, участник известных телевизионных танцевальных проектов, обладатель уникального стиля. Уникальность того, что я занимаюсь не только социальной танцами, но у меня высшее искусство, я закончил высшее искусство, национальная школа танцевального. По современной параграфии модерна, классика. И вот оттуда у меня хорошая пластика из-за этого. И когда я добавляю этого к социальной, тогда получается вкусно. И вот думаю, что из-за этого. Вопреки всем стереотипам, заниматься подобным стилем танца можно при любой физической подготовке и в любом возрасте. Главное – слушать музыку и свое тело. Я думаю, что это зависит от души, от тела, как самому человеку. С какого? С четырех, с пяти можно начинать. Тело – очень-очень интересная, как я говорю, штука такая, да? Которая… Ее надо просто понять, правильно рулить, чтобы все получилось. По своей интенсивности карибские танцы заменяют кардиотренировку. К тому же во время занятий активно работают мышцы рук, живота и бедер. Сложно немножко, когда на тренировках есть разные ученики, у которых есть разный уровень. Поэтому надо делать так, чтобы тренировка не была скучной ни для них, ни для тех, кто уже занимается давно. Поэтому я решил, ну, немножко отработать тело и руки, и плечи, и все это, потому что это очень-очень-очень важно тоже. Очень-очень важно. Без этого никак. Сегодня мне удалось почувствовать, я вот, правда, были моменты, когда я ловила, что мне полностью это нравится. Я понимаю, мне нравится, как двигается мое тело. И у меня возникла мысль, что надо бы, наверное, все-таки продолжить, потому что это приятно, это здорово. Но воображение дорисовывает картину, вот эту вот всю локацию перевести на пляж и продолжать уже бачату где-нибудь на горячем песке. Эти танцы, на самом деле, кажется, что столько простых движений, и каждый их выполнит. На самом деле здесь очень четкий рисунок, очень четкие такие моменты, которые даются нелегко. Но когда получается, испытываешь такие эмоции, что, не знаю, как на игре забрался. Когда хороший преподаватель, сложности в принципе не возникают, потому что любое сложное движение, раскладывается и все объясняется. Танцевать карибские танцы можно хоть на вечеринке, хоть босиком на песке. Освоить основные движения можно всего за несколько занятий. Ну а потом совершенствовать их сколько угодно. Если раньше редкие породы кошек можно было сосчитать по пальцам, то сейчас выводятся все новые и новые виды, как, например, курильские бобтейлы, которых часто сравнивают с рысью, благодаря окрасу, торчащим ушам и короткому хвосту. Вот у них на лапках, вот здесь вот шерсть между подушечками. Эта шерсть защищает их от того, что они на Курильских островах лазят по камням, и вот чтобы не поцарапать подушечки, у них, соответственно, растет здесь шерсть. Хвосты у них так же, как, наверное, у нас отпечатки пальцев. Ни одного повторяющегося хвоста. Они бывают от двух сантиметров до синих, это идет стандарт. Задний лап у них выше, чем передний. Это дает им прыгучесть, прыгают они полтора метра с места легко. В среднем коты достигают 80 килограмм, тяжелый костяк мышц. У них не жир, а мышцы. Девчонки достигают 5-7 килограмм. Но весь расцвет сил и расцвет этой породы у них происходит в три года. То есть до трех лет они еще формируются. Победы этих трех питомцев на российских и европейских выставках сколыхнули интерес к новой аборигенной породе. Курильские бобтейлы буквально очаровались своим неповторимым обликом и прекрасным темпераментом. Самая первая девчонка, вот Ксения, она пока единственная в питомнике с титулом чемпиона мира. То есть чемпион мира, он закрывается на нескольких континентах. Ни одна выставка нужна для закрытия титула. Практически полмира объездили с ней, чтобы завоевать эти титулы, хорошие места. Ну а естественно судят в основном по типу, по ушам, по голове, особенно по подбородку. Подбородок должен быть у них очень достаточно сильный. По окрасу, темпераменту, ну и соответственно по хвостику. Кошки такой породы не требуют особого ухода. Ксения, Лис и Зефира прекрасно уживаются с другими домашними любимцами, как например кот Бакс, которого хозяева нашли на улице.